Что делать с низкосортной древесиной, если дрова курянам больше не нужны? В Курской области прошел выездной семинар. Моя коллега Анна Пикулина прямо в лесу пыталась разобраться в проблемах отрасли, а также увидела, как делают уголь для шашлыков. Из одного кубометра леса можно сделать 200 килограмм бумаги. Да, или 170 пар резиновых галош. Или, например, две шины для автомобиля. Или 180 килограмм шерсти. Уголь древесный раз. Дальше вывозим на цех переработки, делаем тарную дощечку, поддоны, дрань штукатурную, облицовочную дощечку. Ну и другие товары, которые нам заказывает население или какие-то предприятия. 50 лет назад лес обогревал все человечество. Сегодня эту роль взял на себя газ. Дрова не нужны людям даже даром. А между тем, в Курской области доля низкосортной древесины составляет 80% от общего производства. Возникает проблема сбыта. Курские лесники пытаются ее решить разными способами. Один из них – производство древесного угля. Дрова закладываются вот в такую железную печь, накрываются крышкой и тлеют двое суток. А затем здесь же, на месте, фасуются в мешки. На базе местного лесничества есть и свой цех переработки мелкотоварной древесины. Большую прибыль приносят не доски, а живые деревья. Любое лесное хозяйство начинается с питомника. В Снежанском участковом лесничестве более 20 видов древесно-кустарниковых пород. Здесь главенствует дуб. А вот и менее дендрарий с экзотическими посадками. Что сосна обыкновенная, вот она рядом, вот лес. Что сосна крымская у нас там, она тоже есть. Что веймы того. Они по продуктивности примерно в наших условиях одинаковы. Итоги выездного семинара подбел заместитель губернатора Курской области Алексей Золотарев. Самая основная помощь, вот как раз то, что нужно выращивать саженцы их продавать, перерабатывать всю низкосортную древесину ее продавать. И то, что есть, на этом зарабатывать деньги – это самая основная помощь. Лес, как и человек, нуждается в уходе и заботе. Да и сухой древесный мусор не такой уж бесполезный.